Мирные соревнования лучших военных пилотов стартовали в эти выходные на аэродроме в Дягилеве. Поздравляю вас с началом международных соревнований Авиадарс-2016! Ура! 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 Лётчики четырёх стран – России, Беларуси, Казахстана и Китая – эти молодые люди – самые настоящие армейские асы. Всего около полсотни экипажей в течение недели будут бороться за звание лучших среди лётчиков истребительной, штурмовой, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Само собой, конкурентами видим здесь российских офицеров, потому что мы знаем, что они принимали участие в боевых действиях, пускай, может быть, не конкретно те, которые будут соревноваться с нами, но, тем не менее, они же между собой делятся опытом. Мы прошли очень длинное время подготовки и мы уверены, что мы будем победить в конкурсе. Мы представляем своё государство, свою страну, то, что там народ за нас переживает. И мы тоже не хотим проиграть. Надо соперника уважать, и они нас тоже будут уважать. И мы думаем победить сильнейшие. Кроме практической части, военные пилоты сдадут зачёты по теории и физподготовке, выполнят нормативы воздушной разведки, техники пилотирования и применения авиационных средств поражения. Российские лётчики выиграли эту путёвку участия в международном этапе авиадарца на всероссийском этапе соревнований в Крыму. Мне кажется, мы более мотивированы на победу, но при этом ведём себя более улыбчиво. Все остальные серьёзные, а мы как-то всё это... С лёгкостью идём к победе, да? Да, с лёгкостью идём к победе. По словам главнокомандующего воздушно-космическими силами Виктора Бондарева, России нужна только победа. Нам надо хорошо начать, хорошо выполнить все эти задачи, которые перед нами стоят, ну и завивать первое место и показать, что у нас всё как положено. Призы будут самые-самые серьёзные. Лётчик должен уехать отсюда на своём автомобиле, потому что он лучше. Представители иностранных команд будут выполнять лётную программу на своей авиационной технике. Кстати, китайские лётчики привезли на этот авиадарц свои истребители. Ну, думаю, что разница между этими типами самолётов есть, но они принадлежат к одной категории, со своей особенностью. Но самое главное, в рамках участия авиадарц мы ставим перед собой две цели. Во-первых, получать призовые медали, во-вторых, тренироваться и обменять опытом на одной и той же арене. Ярким событием авиадарца станет «Авиамикс», который состоится на полигоне в Дубровичах 6 августа. Мы учли тот, может быть, неудачный опыт по созданию условий для того, чтобы максимальное количество людей посетило, побывало и посмотрели. И при этом отдохнули. И, конечно, в этом году всё будет немножко, даже совсем по-другому, всё будет гораздо комфортнее.